Доброго дня, друзья! Я Георгий Вербицкий, и мы сегодня, как мы обычно делаем по понедельникам, будем обсуждать трейдинг, торговлю, то, что происходит на рынках и, собственно, возможности, которые мы видим и которые мы можем использовать для того, чтобы заработать на предстоящей неделе. Для начала небольшое вступление. Собственно, я, если кто следит за моими передвижениями, наконец-то добрался до Бали. Вот видите, вокруг очень такая зеленая красивая растительность. Это, конечно, прекрасно. Наконец-то убираются эти организационные моменты, на которые ты тратишь время при переезде. Ну и, соответственно, высвобождается время для какого-то более глубокого анализа, для какого-то креатива, на самом деле. На рынках, фиатных рынках, то есть на традиционных рынках, в общем-то, не сказать, что происходит что-то сильно новое. Наверное, из интересного в текущем выпуске только про золото можно будет немножко поговорить, обсудить. Там прорыв произошел, прорыв диагонального сопротивления. Вот об этом мы будем говорить дальше. Ну а на крипто рынке, в общем-то, происходят очень интересные вещи, если даже не говорить про биткоин, который сейчас тоже пошел как бы на прорыв all-time highs, да, то есть максимум за все время, за все время существования. Очень интересная история происходит на рынке альткоинов, токенов, и, ну вот здесь я бы, наверное, немножко бы пару слов сказал бы. Дело в том, что появился новый рынок, возможно, кто-то и не заметил, как он появился, я думаю, что большинство еще не знают, что он появился, но он уже с нами. И рынок этот, ну, вот именно, собственно, альткоинов или токенов, их еще раньше называли шидкоинами. Но ситуация очень сильно поменялась за последнее время, и если раньше название шидкоины было в целом верное, потому что большинство из этих токенов было хожая история, как такой венчур на ранних стадиях, там сид-пресид, да, то есть что это означало, что большинство из этих токенов не взлетят, и как бы вложения в них, они просто, ну, как бы будут списаны. Плюс еще куча мошенничеств, плюс еще, ну, как бы недостаток регуляции, недостаточная регуляция, и из-за этого был бум такой мошеннический, то есть очень много всего, всех проектов было просто, ну, фигней, фигней на самом деле, в которую не стоит инвестировать. Это было раньше, но, собственно, сейчас все изменилось, сейчас появились протоколы и токены, которые, во-первых, зарабатывают, зарабатывают в крипте, но зарабатывают достаточно планомерно, постоянно. Ну, а с учетом того, что крипту можно всегда перевести в фиат, да, то есть это легально, это делается практически во всех юрисдикциях крупных, серьезных, Америка, Европа, в России, к сожалению, это не так, но, как бы, Россию мы опустим. Все-таки это не общий тренд, Россия здесь немножко особняком стоит. Так вот, собственно, ликвидность при переводе туда-обратно, зарабатывающие протоколы, и самое важное, что они распределяют, эти протоколы, которые зарабатывают, распределяют держатели, распределяют свою прибыль на держателей своих токенов. Да, то есть таким образом получается, что у нас есть аналог рынка акций, но работающий глобально, удобно, 24 часа, 7 дней в неделю, с очень хорошей юзабельностью, то есть приложение, которое используется для торговли, ну, например, там, биржа FTX, она очень удобная, работает все в телефоне, и это прям, ну, прорыв. То есть, если раньше рынок ходил за биткоином, то сейчас появились какие-то другие блокчейны, какие-то проекты разные, и рынок в целом приобрел некую такую, ну, некую объемность. То есть, если раньше там биткоин падал, падал эфир, падали все токены, там, только с еще большей, как бы, амплитудой, с большей волатильностью, то сейчас, конечно, ситуация поменялась. И это дает тем, кто торгует, тем, кто трейдит, тем, кто понимает в этом хоть что-то, очень существенные возможности. Вот это очень важный такой момент. И самое главное, что этот рынок, он поглотит рынок классических активов, потому что технологически он более совершенный, более удобный, и мы сейчас находимся в его, как бы, в начале становления вот этого рынка. Дальше туда добавятся синтетические активы, аналоги commodities, то есть аналоги товарных активов, то есть, собственно, у нас все токены, они разбиваются на разные, как бы, группы. Это токены, которые напоминают акции, токены, которые напоминают товары, токены, которые напоминают валюты. Вот, то есть, все это появится. Есть еще возможность торговать, делая некую ставку на исход будущих событий. Это тоже, как бы, так называемый prediction market, который тоже появится. Но он уже сейчас, как бы, зарождается, и он также можно будет торговать какой-то любой исход какого-то события. То есть, что тоже, в принципе, вещь такая, достаточно интересная. В общем, революция в крипто продолжается. Следите, как минимум, а как максимум участвуйте. Давайте посмотрим, что у нас на рынке теперь. Фьючерсы на S&P 500. Классный тренд, на самом деле. Классный, классный тренд, где заходить можно было, в общем-то, где угодно. Вот. Сейчас, ну, я бы, наверное, не стал бы рисковать. Ну, либо, в принципе, в общем-то, с учетом того, что тренд красивый, можно попробовать. Единственное, что меня смущает, вот, именно сейчас пробовать, это вот этот вот, вот эта вот разворотная свечка с большими объемами. Поэтому, может быть, сейчас не самый лучший момент. Но если чуть откатит, ну, как бы, все это время покупка на откате работала хорошо. Вот, возможно, и дальше она будет работать так же хорошо. По крайней мере, тренд всегда с большей вероятностью продолжится, чем развернется. Вот. Тут, как бы, в общем, никакой интриги нет. Нефть. Я продолжаю поддерживать свою рабочую гипотезу, что, то есть, она у меня не меняется, что нефть может сильно вырасти. И эта гипотеза, если, собственно, вы ее разделяете, то вот здесь, вот, в общем-то, более-менее неплохой момент для входа. То есть, понятно, где ставить стоп, где-то на уровне 79. Ну, и потенциал, в общем-то, тоже понятен. Куда-то примерно в район, там, 90-100. Золото. Вот золотом, кстати, тоже достаточно интересный момент. Золото, наконец-то, пробило диагональную линию сопротивления. Пробило, как бы, резко сильно, но, честно говоря, для, вот, захода в лонг, мне кажется, момент не очень хорош. Почему? Потому что достаточно сильная волатильность была, и, как бы, такой вот, туда вниз и вверх. Ну, честно говоря, здесь можно, ну, нужно ставить стоп куда-то вот сюда, а это довольно далеко. Но, в принципе, в общем-то, можно рискнуть. Я предпочитаю более, там, скажем так, правильные сетапы, когда рост цены идет медленно. Когда такое сильное пробитие с всплеском волатильности в районе предыдущих движений цены, то есть, в районе коридора, то, ну, это не самый лучший сигнал для входа. Но вот за золотом надо понаблюдать. Последнее время оно было уныло и скучно, но вроде бы может быть какая-то движуха начаться опять. И хорошо бы этот момент не пропустить. Вот, то есть, в общем-то, цель здесь понятна, предыдущий хай. Потенциал приличный, так что надо смотреть. Серебро. В серебре, на самом деле, ничего особо интересного нет. Более красивая картинка, то есть, такой флаг. В целом, из флага может произойти резкий рост, но, в принципе, в общем-то, картинка тоже лонговая, потому что заходить около нижней границы – это дело хорошее. Если мы, конечно, имеем дело с оффтрендом. Вот, поэтому, в общем-то, это можно тоже рассматривать как некий сетап для входа. Тем более, что, в общем-то, здесь не очень большой стоп-лосс и какая-то вот, ну, поприятнее, что ли, картинка. Единственное, что меня смущает – это предыдущий хай, вот этот район. Но, если мы его пробьем, куда-нибудь сюда уйдем 25, то это будет неплохим сигналом уже, да. Ураниум ведет себя, в принципе, это оффтренд, но оффтренд, который довольно тяжело взять. Да, видите, долго-долго стояли, потом резкий взлет, потом опять падение, такая сильная коррекция. В общем, какая-то мутная достаточно история, хотя, в общем, фундаментально мы обсуждали в прошлых выпусках, что уран неплохо выглядит. Похоже, действительно, что это начало какого-то цикла роста, но вот как в это встать, в эту всю историю, встать непросто. Наверное, самое интересное в сегодняшнем выпуске – это биткоин, потому что смотрите, что у нас происходило. Во-первых, мы находимся сейчас рядом, близко к максимуму. Потом, значит, у нас был рост, коррекция, рост и проторговка. Проторговка длилась, ну, довольно долго, с 20 октября примерно, да, ну, 22 до 7 ноября. То есть, две недели шла проторговка, и вот сейчас пошли, как бы, вот такие свечки. То есть, раз, хорошая свечка с закрытием конца дня, таким хорошим, уверенным на максимуме. И вот сегодня, что тут есть? Тут у нас в сопротивление встает вопрос, пробьет или не пробьет. Все знают, что я смотрю по-обычему и смотрел всегда на биткоин, поэтому я думаю, что это возможный шанс на то, что пробьет. Ну, как минимум шанс. Что поддерживает версию пробития? Во-первых, вот такая серьезная проторговка, она дополнительно усиливает сигнал. Стоп надо ставить, конечно, достаточно приличный, в районе 63-400-500, но тем не менее. Шансы есть, шансы достаточно большие, что пробьет. И если хорошо встать в это движение, то можно, в общем-то, поймать движение куда-нибудь до 90 или до 80, что является очень хорошим ревордом, то есть, вознаграждением для такого, ну, как бы, большого, конечно, стопа, но не уж супербольшого, да. То есть, вот чем хороши такие проторговки, что потом при выходе из них очень понятно, куда ставить стопы, он может быть действительно не очень большой. Так что я, наверное, сказал бы, что да, стоит рискнуть, потому что такие ситуации бывают нечасто. Даже если это будет ложный пробой, ну, окей, потеряете 5%. Но если это будет пробой не ложный, то вы окажетесь в начале хорошего цикла движения вверх. Вот, поэтому я считаю ситуация интересная. Ну, будем смотреть. Вы можете, конечно, подождать, пока пробой оформится, да, и встать уже где-то здесь. Но тут уж вот каждый как сам решает, да, для себя. Это, конечно, вот уровень предыдущего максимума, это дополнительная волатильность, то есть, с коротким стопом здесь, наверное, лучше не пробовать. Вот, поэтому где-то вот тут можно поставить стоп, там 62, 63, 63,5, но вот не выше, да. То есть, выше имеется шансы пробить, сбить стоп. Ну, если будет сюда откат, то продолжится боковик или, ну, то есть, идея будет уже, как говорится, отменена. Эфир не буду рассматривать, плюс-минус они идут примерно одинаково. Что интересно с эфиром, то эфир полностью восстановился от вот этого вот такого неприятного, страшноватого движения, которое могло закончиться пробоем вниз. Так что у нас продолжается флаг, который, скорее всего, пробьется вверх. Так что эфир, в общем-то, штука интересная для удержания. Те, кто держит, держите дальше. Что касается криптоисторий, для тех, кому они интересны, наверное, тут есть о чем поговорить, но, наверное, не в этом выпуске, потому что много всего. Последнее движение было очень сильное на игровых токенах, которые связаны с метаверс, то есть, с метавселенными. И импульсом послужило заявление, во-первых, переименование Фейсбука и заявление Цукерберга, что, соответственно, дальше он думает развивать компанию как некую метавселенную. Ну и, соответственно, токены всех игр, которые похожи были на, ну и не только игр, а просто как бы неких метавселенных. Мана, Сент, Кьюб, в общем, всего, что связано с этой отраслью, очень сильно взлетели. Ну, вот видите, токен вообще с двух с половиной влетел до 16. То есть, это сразу 8 до какой-то, до 27, то есть, 10, 10 иксов. Это, конечно, мощно, это мощно, прям буквально за несколько дней. Собственно, наш трейдинг-синдикат, который мы собрали по GameFi, выглядит сейчас очень неплохо благодаря этому движению. В целом, GameFi себя чувствует достаточно неплохо. Кто будет следующим драйвером, неизвестно, но сейчас в крипте, что называется, очень горячие времена, и рынок очень сильно взрослеет, появляются различные блокчейны, которые выходят на первый план, такие как Solana, такие как Polkadot, Kusama и так далее, то есть, которые, в общем-то, могут составить конкуренцию эфиру, и это, в общем-то, дает некую интригу, интерес, и, в общем, крипторынок на подъеме, обратите на него внимание, если вы еще не сделали этого. Ну, и в завершении традиционно хотел поделиться, может быть, кто-то не знает, у меня есть телеграм-канал, Георг В.Лайф, где я периодически пишу на различные темы, которые мне кажутся интересными, и делюсь ими с вами. Вот, так что подписывайтесь, ссылка на канал будет в описании этого видео, там можно пообщаться со мной, там есть даже чат канала, где можно задать мне какой-то вопрос, посоветоваться. И вообще, я хотел сказать, что я стараюсь ответить на любой вопрос, который задают мне подписчики канала, или в личку, либо в чате канала, так что, если у вас что-то, как говорится, есть потребность какой-то коммуникации, либо у вас какая-то сложная ситуация в торговле, все, что угодно, я, в общем-то, готов помочь в этом плане каждому, это некая такая моя инициатива на благо комьюнити, на благо сообщества. Вот, ну, и традиционно желаю вам успешной, хорошей недели, оставайтесь хладнокровными, и все будет хорошо. Пока. Как принимать торговые решения в трейдинге? Какими навыками должен обладать активный инвестор? Какими приемами владеть? Как влияет на рынок новостной поток? Как определить новые тренды на рынке и время их разворотов? Какое место занимает технический анализ в процессах принятия решений? Что такое торговые коридоры? Как нащупать дно рынка? Как считать торговые сигналы? Книга финансового аналитика и инвестора Петра Пушкарева «Искусство быть мирным» для трейдеров и инвесторов, которые хотят найти ответы на эти и другие вопросы. Материал выстроен на основе опыта трейдинга на валютном рынке. Однако эти же принципы, подходы и технические приемы применимы и классическому фондовому рынку. Купить книгу Петра Пушкарева «Искусство быть мирным» можно по ссылке книги под этим видео. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова